Продолжение следует... ...піг гранату, і вона усіх підірве. Так можна сказати про російського диктатора Путіна і його оточення. Адже заяви про можливе застосування ядерної зброї звучать на Росії все частіше. Цього разу це було і в посланні до федеральних зборів. Начинаем давайте с новости, которая повергла в шок и Вашингтону весь колективний запад. Войска поставлены серийные тяжелые баллистические раскеты «Сармат» і Росія скоро продемонстрирує їх в районах базирования. На боєвому дежурстві заявив верховний главнокомандующий. Этими словами Путін, очевидно, передає привет в тому числе президенту Макрону, который давече рассуждал об отправке европейских натовських солдат на Україну для борьбы с русскими. Путін прямо сказав, все, чем пугает нас, Запад, реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, грозит уничтожением цивилизации. Для понимания, гиперзвукові носители ядерного оружия «Сармат» способны развити скорість 15 махів, то есть 15 раз выше скорости звука. Дальність їх поражения 18 тисяч км. То есть «Сармат» може дотянуться до любой точки на нашій планеті. Слыша, Путін. В полной готовности к гарантированному применению находяться стратегические ядерные силы. То, що ми планировали в сфере вооруження, о чому я говорив в послании 2018 року, все сделано. Или завершается эта работа. Так, гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе специальной военной операции. Также в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», о котором в послании 2018 года даже и речи не шло. Но и эта система уже в строю. На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет». Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Эти системы подтвердили свои высокие, можно без преувеличения сказать, уникальные характеристики. Войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат». Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве. Ну, по-перше, щойно Путін зізнався у своих злочинах, подтвердив використание ракети «Циркон» против украинцев. По-друге, бункерний заявив про готовность стратегических сил не просто так. Таким чином, він лякает Захид, щоб той відмовився від допомоги Україні. Щоб не передавали нам ракети великої дальности, чи, наприклад, не дай Боже, відправили своих військовых. Прежде чем идти войной на Россию, Макрон, допустим, не помешало бы спросить Путина, откуда в русском языке появились такие слова, как «шваль», «шаромыжник» и «шантропа». Я напомню, что «шаромыжник» — это боец распитой армии Наполеона, который в лохмоте бродил по дорогам России и каждому встречному говорил, дорогой друг, я хочу есть. «Шваль» — это павшая дохлая лошадь, которую ели французы от голода. «Шантропа» — оборванные бойцы Наполеоновской армии, которых за хлеб просили спеть или потанцевать. Впрочем, историческую память Западу словно отбила. Путин заявил, что вместо мощной, независимой и прочной России Западу снова нужна Россия времен 90-х. Зависимое, угасающее, вымирающее пространство. Главная цель западных стран, по словам Путина, это развал России. Ни США, ни Европа ніколи не погрожували Россией ядерною зброєю. Кремлівська пропаганда сама ж вигадує собі загрози та шантаж з боку західних країн, постійно обіцяючи відповісти на ці погрози. Так було і з початком збройної агресії. Мовляв, якби вони не почали спецоперацію, то колективний Захід розпочав би війну проти Росії. Очевидно, що руки натиснути червону кнопку у них дуже сверблять. Ми дійсно втягнули своє время в цю ядерну гонку. Президент правильно сказав. Неважно, багато у нас воружений чи мало воружений. Вони должны бути настільки effективними, щоб як следують профилактиувати наших недрогів. І це такий сигнал, що ми повинні бути високотехнологичній державою, яка нам реально дозволить зберігати любі угрози. Але якщо щось вийде, ми применимо при такому уверенному президенті все це жістко і, надіюсь, професіонально. А можна ли взагалі думати о довгосрочному будущому, якщо в послании звучить тема ядерной війни? Це дійсно дуже важливий питання, який ми задаємо. І я себе задаю питання. Я дійсно не можу зрозуміти, що... Ми до сих пор надаємся, що ядерне воружі – це воружі здерживання. Якщо поударитися зараз і не думати вже про ЕГ. Чому? Чому западні країни все часи повищають планку конфлікта, не веря в те, що Россія применить ядерне воружі? Мені кажуть, що їм теж треба думати вже о довгосрочному будущому. Чому? Тому що вони відноситься до цього легкомысленно. Але тепер, коли вони побачили, що дійсно це воружі продемонстрируємо на полі болі як середство доставки, там можуть бути тепері і інші компоненти, в тому числі ядерні. Але зараз-то можна задумуватися, вместо цього ми слухаємося послати солдат НАТО на Україну. Президент тоже, він редко це говорить, але іногда говорить, третій раз на моєму пам'яті, що будь-яке, так сказати, столкновення військових сил Росії з блоком НАТО закінчиться ядерною війною. Причому ядерною війною не локальною, ніякого там виборочного примінення тактического ядерного війська, тим більше на території України. Це глупість. Будуть поражатися, так сказати, ціли всієї номенклатурі. Але ні, ви що, це не погрози і взагалі, виявляється, Путін ніколи не шантажував світ ядерною зброєю. То його просто не так ось і зрозуміли, у нього спокійна, мірна ріторика, пояснює Валентіна Матвієнко. Валентина Матвієнко, Валентина Івановна, ви нас слухаєте? Валентина Івановна, здравствуйте, здравствуйте. Очень рада, очень рада вас видеть. Очень рада вас видеть. Как у вас настроение по результатам услышанного? Путін сказав, що задачи грандиозні, дінек надо, тож, понятно, немало, а вот по міжнародній части, як ви поняли, какой он дал сигнал тем, хто следив именно за цей компонентою послання? Там же і про Сармати, понятно, і про НАТОвський контингент було сказано важное. Ну, прежде всего, я думаю, що не тільки у мене, але у всій країни сьогодні буде приподнятое настроєння. Ну, звичайно, приподнятое настроєння. Недаремно ж називають «Валька стакан». Прежде всего, це спокійна мирна риторика. Никакого раздраження, никакого переполоха, испуга, нічого цього нет. Четкий, внятний сигнал, що Россія захищала і буде захищати свої національні інтереси, що Россія не буде не вести никаких переговорів, якщо не будуть учитыватися наші інтереси. То, що Россія – мирна країна, і не ми, а наші так звані западні партнери, іницієюють напрямі, іницієюють конфлікти, включаючи український конфлікт. І, ви знаєте, я думаю, що у всіх людей буде таке спокійство на душе, що Россія надєжно захищена. Защищена воля президента, защищена тими мощними видами військових нових, які способні противодействують будь-якій угрозі. От у мене настільки в цьому сенсі приподнятое настроєння. Бросляй піти, вставай на лыжі. Ось це той самий случай. Момент. Та повернімося до маразматичних заяв х**а. Через ці його постійні погрози деякі західні лідери і справді стримують себе в допомозі Україні. Та Франція, напевно, вирішила йти в вабанк. Прем'єр-міністр Габріель Аталь заявив, що Франція може відправити своїх солдатів до України для захисту певних кордонів. І назвав Росію прямою загрозою. І все це після вже озвучених Кремлем погроз. Звісно, ми стоїмо на порогі апокалипсиса. Це очевидно. Другий вопрос, сможет ли человечество сделать шаг назад? Или сейчас уровень политических лідерів таков, що вони будуть продолжати делать шаг за шагом, не опасаюся за свою судьбу, личну судьбу? Від очевидно, що коли Макрон заявляє о тому, що наша задача, і вместе с ним його гальський п***, прем'єр-миністр, повторяє, що для нас головна угроза – це Росія, то тем самим, де-факто, Франція пытається объявити війну Росії. Франція вступає на стороні нашого врага. Що значить, що ми прийшлим війська, щоб вони займалися чем-то? Це в історії Франції вже було. Що? І этим ми проіграли. Переносимося к нашому, так сказать, любимому Макрону теперь. Вроде как от него все открестились, да? Но один человек, Габриэль Аналь, остался. Это його... Ви неправильно произносите його фамилию. Хотя я догадываюсь, на що ви пытаетесь намекати. Я вообще не... Аталь. Да, Аталь. Аталь. Больше подходит Аналь, потому что он говорит, что я, он открытый гей, но не очень понятно, что значит, открытый или закрытый. Вот это вот для меня тоже всегда загадка. То есть, открытый ты как? В аналогах истории уже. Ну, он сказал, да, вот я там согласен, там, вот видите, 35-летний человек, который в прямом смысле своей задницей сделал себе карьеру. Вот... Сейчас не будем развивать эту мысль, да? Не будем? Нет. Ну, как скажете. Хотя, в общем, много интересного можно... Я не сомневаюсь. Вот. Ну, ладно. Так вот, этим... Макрону и этому Аналю нужно знать очень важную вещь. Когда они собираются отправлять воинский контингент сюда, вот, а это, соответственно, возможно, и ядерная борьба тут уже... Ядерная держава же собирается делать. Соответственно, надо знать, что у нас один сармат с ядерной боевой частью из десятью боевыми блоками самонаведения уничтожает 650 тысяч квадратных километров. Один сармат. Это площадь, сопоставимая с площадью Франции. Так, для того, чтобы... Кто-то не сказал просто, надо это ему объяснить, что это будет вот так. То есть, когда президент... Он же приезжал как-то вот... Была. И когда ему президент Владимир Владимирович сказал, вы что, правда собираетесь воевать с Российской Федерацией? Вы, правда, собираетесь, народ Франции, воевать с Российской Федерацией? Вы этого хотите? Кто-то стоит глазами, хлопает что-то, а что? А вот этот вопрос. Ну, то есть, он с ума сошел или что с ним случилось? Да, войска НАТО еще не отправили, а их уже всех поплавило. Пропагандисты намагаются навести страху, малюючи апокалиптичное майбутнє у випадку доведения Росии до останньої крапли. Абсурдність цього розуміють деякие и российские войсковые эксперты. Товарищ полковник, катастрофические последствия нам обещают в случае, если мы. Что они имеют в виду? Вы знаете, я сейчас лучше не об этом скажу. С катастрофическими последствиями там политики разберутся. Поговорим немножко о мобилизации и тех подводных камнях, тех рифов, которые могут встретиться. То есть, как могут выглядеть катастрофические последствия, неизвестно даже вам. Что-то настолько ужасное? Да, это, как говорится, выходит за рамки. А мы должны все-таки поговорить о вещах несколько приземленных. И, в частности, сейчас идет полным ходом. В том смысле, что мы не заметим, и это будет быстро? Поэтому нет оснований обсуждать? Я думаю, нет оснований обсуждать, поскольку будет быстро и даже до определенной степени безболезненно. А мы исходим из того, что не будет никогда. Потому что наши мудрые руководители остановятся в нужный момент. Такие заявы может робити лише божевільним. На жаль, ядер не боеголовки у Москвы є. И откидать им верность их использования никому не стоит. Россия понимает, что програет и програет. Тоже может вхопиться за последнюю соломинку. Ну и вишенька на торте. Или, как говорится, не Франции единую. У Финляндии заявили, что не против, если Украина будет использовать их оружие для ударов по России. И от этой новости Соловьова разорвало. Вот очередной финский кретин заявляет о том, что они не против, чтобы Украина по собственному усмотрению решала, какие города России должны подвергнуться ударам. Ну, это красиво скрывается фразой «военная инфраструктура». Вот где они в Белгороде нашли военную инфраструктуру. Но ведь этот подонок ничего не опасается. Ничего не опасается Борис Джонсон. Ничего не опасается приезжающие нынешние европейские клоуны, ни за что не отвечающие на территорию Киева и Одессы. Почему мы не наносим удары? Мы пытаемся сделать что? Мы опасаемся чего? Мы опасаемся, что в результате наших ударов погибнут эти ничтожества? И что? С чего мы решили, что если мы нанесем удар, в результате которого, напомню, мы нанесем удар по территории нацистского государства, виновного в гибели немалого количества мирных граждан России? Того государства, по приказу которого проводится теракт в нашей стране. Мы воюем с нацистами и террористами. В чем проблема? Мы не уничтожаем пирожка Будану, мы не уничтожаем всю эту свору террористов. Мы даже их не признали до сих пор террористами. СБУ и прочих гур. А они являются абсолютно... Они не скрывают, что они террористы. Они гордятся проведенными терактами. И мы никак не реагируем. Вся эта истерия свідчить лишь про одно. Путин загрався. Допомоги від Заходу і дій наших спецслужб вони бояться як чорт ладену. А це означає, що ми на правильному шляху. Ну і росіянам одним реченням перекажу послання Путіна. Ми начали СВО, щоби в Росії не осталось нікого. Тож думайте. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось. Дякую за перегляд!